Замиокулькас не растет, чего ему не хватает. Главный жизненный орган любого растения – это корень. Корневая система замиокулькаса состоит из большого клубня и, собственно, корней, растущих от его верхушки. В первую очередь растение осваивает объем горшка, заполняя его линейными корнями и наращивая влагозапасающий клубень. В это время надземная часть растения не развивается. Поэтому для ускорения роста надземной части замиокулькас рекомендуется сажать в горшок не превышающий размера корневой системы. Кроме того, замиокулькас – растение южного полушария. Его весна наступает в наших широтах примерно в конце июля – начале августа. В это время начинается активный рост новых побегов, который может продолжаться до конца февраля. Побеги растут из так называемых резервных почек. Сколько самим растениям заготовлено почек, столько должно отрасти новых листьев. Наблюдения показывают, что один клубень довольствуется тремя-пятью листьями. Соответственно, густота куста взрослого растения прямо пропорциональна количеству и размеру клубней в горшке. Также немалую роль играет полив замиокулькаса. В рекомендациях по уходу замиокулькас часто объединяют с суккулентами. Однако есть существенные различия. Большинство суккулентных растений имеют очень скромную корневую систему, с помощью которой им приходится поить довольно тучное, исполненное влаги тела. Замиокулькас же наоборот накапливает в своих клубнях огромное количество воды и питательных веществ, которых его надземные части может хватить на весьма продолжительный период скудного полива и даже полной засухи. Именно поэтому засушить это растение почти невозможно, и замиокулькас справедливо относит к неубиваемым растениям. Даже если его надземная часть пожелтеет и засохнет, от корней могут отрасти новые побеги. А вот переувлажнение почвы для замиокулькаса нередко губительно. Его сочные корни и клубень быстро загнивают при излишнем поливе или застаивании воды в горшке. Поливать замиокулькас нужно обильно, обязательно давая земле хорошо просохнуть между поливами. Стоит использовать нижний полив через поддон. Всасывающие корни растут от верхушки клубня, соответственно, быстрее добираются до влаги при верхнем поливе.